Всем привет! Райкьявик – столица и крупнейший город, а также община Исландия. Административный центр столичного региона и входит в него. Население города – 134,010 жителей. 2021. А включая города-спутники. Столичную зону – 238,170 человек, что составляет около 64% всего населения страны. 371,580. Это самая северная в мире столица государства. Исландия была заселена норвежскими и кельтскими иммигрантами в течение конца 9 и начала 10 веков. Согласно средневековой книге о заселении Исландии, Ингольф Фарнерсон, первый исландский поселенец, построил в 874 году свою ферму на полуострове, где сейчас расположен Райкьявик. Место было названо Райкьявик. Дымная бухта. Из-за столбов пара, которые поднимались от горячих источников и производили глубокое впечатление на поселенцев. После установления власти норвежских королей над островом в 1262 году, Райкьявик становится центром сбора даний и налогов, а также важным центром торговли с Норвегией, Англией и Гонзой. Административное и торгово-экономическое значение его усиливается после 1395 года, когда Исландия становится владением Дании. В 1627 году Райкьявик был основательно разорен берберскими пиратами под предводительством Мурата Рееса-младшего, голландца Ренегата Яна Инсана ван Харлема. Много веков спустя, около середины XVIII века, маленький городок начал вырастать возле фермы Райкьявик благодаря королевскому казначею Скулиму Гнусону, известному как отец Райкьявика, который основал шерстяные мастерские в Райкьявике в рамках своей деятельности по модернизации исландской экономики. Это послужило толчком к началу развития Райкьявика как города. Статус города Райкьявик получил 18 августа 1786 года. Исландский парламент Альтинг впервые собрался в 930 году на полях Тинга на юго-западе Исландии. В 1798 году Альтинг был упразднен, но в 1845 году воссоздан в Райкьявике, где находилось правительство страны и администрация. Когда Исландия добилась самоуправления, а затем и независимости от Дании, Райкьявик стал столицей государства. С ускорением экономического прогресса в 20 веке рос и Райкьявик, но особенно быстрое развитие он получил во второй половине 20 века. Во время Второй мировой войны Райкьявик приобрел стратегически важное значение для американских и английских судов, которые несли патрульную службу в водах Северной Атлантики. 10 мая 1940 года, после того как Германия оккупировала Данию и Норвегию, британские войска высадились в Райкьявике в ходе операции Форг. Они не встретили никакого сопротивления. В декабре 1943 год. Закончился срок действия договора о личной унии Дании и Исландии, заключенного в 1918 году. 17 июня 1944 года. Исландия была провозглашена независимой республикой, и ее столицей официально был признан город Райкьявик. Райкьявик расположен в юго-западной части острова, на полуострове Сельтьяднарнес. Город расположен в зоне сдвига тектонических плит, поэтому для него характерны небольшие землетрясения. Через Райкьявик протекает река Эдлидау. Она не судоходна, однако богата рыбой. Так как город находится недалеко от полярного круга, для него характерны очень светлые белые ночи летом и очень короткие. Около четырех часов. Световой день зимой. Несмотря на то, что Райкьявик находится на севере Атлантики, климат в городе намного благоприятнее, чем у многих других местностей, располагающихся на такой же широте. 64 градуса. Средняя зимняя температура сравнима с температурой Нью-Йорка. Зимой в столице Исландии температура редко опускается ниже 10 градусов. Все это благодаря воздействию теплых вод Гольфстрима. В России подобный климат можно наблюдать на Симушир. Климат умеренный морской, зима мягкая, с отепелями. Средняя температура января 1. Плюс 3 градуса. Благодаря влиянию течения Ирмингера, лето умеренно прохладное. Средняя температура июля плюс 10. Плюс 13 градусов. Осадков 850 миллиметров в год. Вода в заливе зимой не замерзает. Характерны частые перемены погоды. По средней годовой температуре Райкьявик, не самая холодная столица Европы. Зима в городе теплее, чем в располагающихся в более низких широтах Стокгольма, Копенгагене, Хельсинки, Осло, Киеве, Минске и Москве. И гораздо теплее, чем в расположенных на той же широте Архангельске и Анадыря. К тому же средние температуры зимних месяцев положительные. В Райкьявике находится здание Альтинга и резиденция президента Бесостадер. Здесь в особняке Хевде во время исландского саммита 1986 года встречались Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Культурно-просветительские учреждения Райкьявика включают Национальную галерею, Национальный исландский музей, Ботанический сад, Музей живого искусства, Фолологический музей, Концертный зал Харпа, Музей искусств и Дом вулкана. В столице находится несколько церквей. Кафедральный собор Рейкьявика в Хадльгримскерке, Свободная церковь Рейкьявика. В черте города находится остров Видей, где расположены башни мира, музеи, церковь, скульптуры и памятники. Также в черте Рейкьявика на холме Аскюлет стоит котельная Перлан со смотровой площадкой с зимним садом и гейзером внутри. Окрестности Рейкьявика также содержат достопримечательности. Церковь в Скалхольте, отмеченная ЮНЕСКО долиной Тингведлер, геотермальный городок Кверогерди, ледник Ватт-Найокюды. В течение 20 века в Рейкьявике было проведено несколько международных спортивных соревнований. Среди них знаменитый матч за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года между Борисом Спаским и Робертом Фишером и большинство матчей чемпионата мира по гандболу 1995 года. В городе находятся несколько спортивных сооружений, важнейшим из которых является крупнейший в стране стадион Лаугардалсвеллур, вмещающий около 15 тысяч зрителей. Уроженцами города являются многие известные исландские спортсмены. Футболисты Эйдур Гудьонсен, Брюньер Гуннарсен, Индриди Сигурсен, Рагнар Сигурсен, шахматисты Гудмандур Сигурьонсен, Хельги Алавсен и другие. В Рейкьявике базируются шесть профессиональных футбольных клубов, выступающих в премьер-дивизионе и в первом дивизионе чемпионата Исландии по футболу. Валюр, Викингур, Рейкьявик, Филкир, Фрам и Фьелнер. Кроме того, в городе есть несколько непрофессиональных футбольных и других спортивных команд, в том числе футбольный клуб для инвалидов. В марте 2016 года Рейкьявик принял юношеский чемпионат Европы по боулингу. В турнире приняло участие 138 спортсменов из 26 стран Европы, в том числе восемь баулеров из России. В Рейкьявике с 1984 года ежегодно в августе проходит международный марафон, полумарафон и забег на 10 километров. Участниками и победители которого становились известные легкоатлеты, в том числе призеры и победители олимпийских игр на марафонской дистанции. Трасса соревнований сертифицирована Эймс. Рейкьявик считается самым чистым городом мира. Однако в рейтинге мюз Рейкьявик не вошел даже в число первых 50. В 2009 году The Economist Group признал Рейкьявик самым богатым городом 2007 года. В 2011 году Рейкьявик был назван ЮНЕСКО городом литературы. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи.